Что касается помощи, то, конечно, нам помогают наши западные партнеры. Мы там видим 25 миллиардов только от Соединенных Штатов. Но в то же время был ряд инцидентов, когда мы видели, что Германия отказала в танках. Мы слышали вчера или позавчера выступление нашего посла в Израиле, Кроничука, который сказал, что израильский народ очень сильно помогает. А вот израильское правительство, дескать, заняло такую позицию непонятную. Ну вот Татьяна нам пишет, что все будет Украина, Татьяна 100% в шоссе будет Украина. Поэтому вот как бы вы оценили, потому что с одной стороны говорят, что мало, надо быстрее, надо больше. С другой стороны говорят, слушайте, так себя не ведут, все равно мы не можем требовать или обижать, мы можем только просить, ну и так далее. Нет, мы можем все, что хочешь, да, но надо просто понять текущую реальность, без всяких, знаете, как закидонов и залихвастких там каких-то ситуаций. Рухнул предыдущий мировой порядок. В мире был один мировой порядок, все считали, что это надолго. Он рухнул, потому что сурошедший Путин напал на Украину. И вдруг все остальные поняли, что мировой порядок и система сдержек противовесов не работают. Они растерялись все, от Великой Германии и Евросоюза до самых, до окраин, до Израиля, и лишь Китай хитро прищурился. А это нормальная ситуация, когда они все привыкают. Другое дело, что нам привыкать к этому, мы три дня шока и вынуждены, так сказать, были, так сказать, это сцепить зубы и все, что есть, и как можем, так и защищали. И нам хотелось бы, чтобы все так были. Но у каждого из них своя ситуация. Но Германия, в результате той политики, которую проводило предыдущее правительство, и годами стратегия выстраивалась, плюс фантомные боли Второй мировой войны у Германии, она зашла так далеко в зависимости от русских энергоносителей, что не так-то просто и выйти. Все эти шреддеры, которые там прозаседавшие, пустили корни в этих всех «Газпромах», и все наоборот, и так дальше. И нам надо понять, что ментальность немца такова. Нам надо дать выйти им из этой ментальности. Я скажу больше, я даже, так сказать, удивлен, что они очень быстро вышли, ну, выходят, будем так говорить. Во Франции другая ситуация. И тоже, ну, надо понять и французов там, да. Единственное, кого я не могу понять, так это венгров. Знаете, вот такое циничное поведение, я уже как-то вот сказал недавно, ну, они классически взяли и разменяли ценности европейские на цену на нефть и на газ. Ну, знаете, такие вещи, они потом отдаются ментально. И я уверен, что политики в Венгрии, которые так себя ведут, они получат такую, знаете, кармическую ответственность. А теперь, что касается людей. Вот тут, вот почему я уверен абсолютно, что западный мир будет нам помогать постоянно. Потому что люди в Европе, в Германии, во Франции, в остальных странах, 80-90% людей поддерживают Украину. И готовы помогать Украине. И готовы брать Украину в Евросоюз. И готовы выделять им деньги, оружие и так дальше. И поэтому так западная демократия устроена, что если народ, если немцы и французы, люди обычные, поддерживают украинцев, хотят помочь Украине, никуда не денутся немецкие и французские политики. Сто раз может президент Германии не любить нашего президента, или, допустим, наоборот. Надеюсь, что это не так. Но политики вынуждены будут прислушаться к своему народу. Поэтому это вопрос времени, это вопрос нашей устойчивости, это вопрос дипломатов.